Саудовская Аравия призвала ОПЕК осудить вооруженные атаки на их танкеры и нефтепровод. 20 мая 2019 года Интерфакс АВН Саудовская Аравия призвала ОПЕК плюс осудить вооруженные атаки на их танкеры и нефтепровод. Вид на МЕККУ, Саудовская Аравия. Архивное фото. Источник изображения AFP-2018, Махайлаби, Джидда. 19 мая. Интерфакс Саудовская Аравия предложила участникам Министерского мониторингового комитета ОПЕК плюс в Джидде осудить вооруженные атаки на два танкера и нефтепровод королевства, как серьезные угрозы мировой экономики. Саудовская Аравия была целью серьезного саботажа на прошлой неделе, но это не повлияло на наши поставки нефти. Мы призываем наших партнеров осудить эти атаки. Они являются угрозой для мирового баланса поставок и создания рисков для мировой экономики, сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих на открытии заседания комитета, на котором присутствует 16 министров стран ОПЕК+. Между тем, еще в июне прошлого года Халид Аль-Фалих отказал Ирану в попытке призвать ОПЕК осудить в итоговом комьюнике санкции США. ОПЕК всегда оставлял политику за рамками своих дискуссий и деклараций многие десятилетия. И нет попыток нарушать этот протокол, на котором мы сфокусированы, как экономическая организация, сконцентрированная на рынке, в фундаментальных факторах, говорил министр энергетики Саудовской Аравии в июне 2018 года. Как сообщалось, 13 мая в отношении двух нефтяных танкеров, принадлежащих Саудовской Аравии, была совершена диверсия у побережья УАЭ в Армузском проливе. Тогда Аль-Фалих сообщил, что судам был нанесен значительный ущерб. Один из танкеров, по его словам, шел за нефтью в Саудовскую Аравию, чтобы затем доставить ее в США. Кроме того, 14 мая Аль-Фалих сообщил, что вооруженные беспилотники нанесли удар по двум нефтеперекачивающим станциям нефтепровода «Восток-Запад», по которому Саудовская нефть доставляется из восточной провинции в Порт-Янбу. Предполагается, что атака была проведена еменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным Саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов. Атака вызвала пожар, причинивший незначительные повреждения одной насосной станции. Сауди Арамко предприняла меры предосторожности и временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации. В настоящее время компания работает над восстановлением работы поврежденной насосной станции и трубопровода. Американские СМИ сообщили со ссылкой на официальных представителей, что за обстрелами танкеров может стоять Иран и его союзники. На фоне этих событий США опубликовали предупреждение о том, что Иран или его марионетки могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе. Пентагон уже перебросил на авиабазу и людей в Катаре два стратегических бомбардировщика. Бомбардировщика P-52H Ранее в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец Авраам Линкольный эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана. Право на данный материал принадлежат Интерфакс АВН. Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Продолжение следует...